МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Аматинской области появится новый медицинский объект. В селе Байсерке планируют построить южнокорейскую больницу. Как учреждение здравоохранения Шинлайн-Хюнде изменит жизни казахстанцев, что обещают Акимат и инвесторы, узнаем в материале в следующем сюжете. Акималматинской области Марат Султангазиев встретился с представителями компании Шинлайн и южнокорейской больницы Хюнде-Хоспитал. Стороны планируют совместно построить на территории региона многопрофильную больницу. Новый проект, получивший название больницы Шинлайн-Хюнде, предполагает строительство современной клиники в селе Байсерке на площади почти полтора гектара. Многопрофильная больница будет рассчитана на 200 коек и предложат пациентам широкий спектр услуг от ортопедии и травматологии до кардиохирургии и нейрохирургии. Я узнал о депортации корейцев в 1937 году в казахстанские степи и в 2018 году я впервые посетил Казахстан. Тогда я решил, что в благодарность казахскому народу за спасение наших соотечественников в те непростые годы я на протяжении 10 лет буду помогать казахстанцам. С тех пор мы ведем благотворительные акции и бесплатно оказываем медицинскую помощь местным жителям. И данный проект – это также своего рода благодарность казахскому народу. Мы надеемся, что данная больница будет служить во благо всех казахстанцев и постараемся, чтобы все наши пациенты получили самое лучшее медобслуживание. Бюджет строительства оценивается в 72 миллиона долларов США. И реализация проекта будет осуществляться в формате совместного предприятия между казахстанской компанией «Шинлайн» и южнокорейской больницей «Хюнде Хоспитал». Президент компании «Шинлайн» Андрей Шин подчеркнул, что компания видит свою роль не только в реализации бизнеса по производству мороженого, но и в социальных инициативах, как строительство больниц. Я по первому образованию закончил мединститут, лечфак закончил. И с мистером Ким мы друзья. И он как-то потихоньку-потихоньку начинал готовить, готовить. Потом говорит, слушай, давай больницу построим, клинику. Мистер Ким, он именно занимается сложными операциями. Это и травматология, это и кардиология, и нейрохирургия. И, конечно, это будет здорово, что если у нас еще будет современная клиника, которая может спасать людей и дарить жизнь. Завершение встречи стало церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Алматинской областью, больницей «Хюнде» и группой компании «Шинлайн». Документ предполагает совместные инициативы в сфере медицины и обмен опытом, что, по мнению сторон, будет способствовать улучшению качества медицинских услуг в регионе. Ожидается, что новая больница откроет свои двери в 2027 году с так важным медицинским центром, который обеспечит доступ к высококачественным услугам жителям Алматинской области. Депутаты Мажелиса одобрили бюджет на ближайшие три года, в котором объем финансирования из Национального фонда составит более 5,5 триллионов тенге. Это было озвучено на заседании по уточнению республиканского бюджета. Правительство планирует увеличить активы Национального фонда до 100 миллиардов долларов. Однако депутаты считают, что с учетом текущих экономических показателей это будет сложно реализовать. Председатель Нацбанка отметил, что в настоящее время объем средств, извлекаемых из фонда, превышает поступление и в этом году. Он составит 5,6 триллионов тенге. Несмотря на это, правительство нацелено на достижение 100 миллиардов долларов активов к 2030 году, тогда как сейчас они составляют 62 миллиарда долларов. Депутаты выражают скепсис относительно этого плана, поскольку ожидается снижение добычи полезных ископаемых и нефти к 2028 году, что может привести к сокращению бюджетных поступлений. В целом, глава министерства подчеркнул необходимое сосредоточение на развитии промышленности для снижения зависимости от нефтяного сектора. Первое направление – развитие социальной сферы. Бюджет по-прежнему остается ориентированным на поддержку социальных программ, как и в последние годы. В 2025 году расходы на экономическую сферу увеличатся по сравнению с текущим годом на 862 миллиарда тенге, что позволит общему объему финансирования достичь почти 10 триллионов тенге. Региональные власти продолжают запрашивать финансирование, и цели использования этих средств остаются прежними. В этой связи возникает вопрос об эффективности использования дополнительных ресурсов регионами. Дополнительные поступления не должны расходоваться исключительно на краткосрочные нужды. Они должны быть направлены на инфраструктурные проекты, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и являются ключевыми для улучшения качества жизни. Черный сексаул Черный сексаул – уникальное растение, играющее ключевую роль в предотвращении эрозии почвы и сохранении экосистем в засушливых регионах. В рамках акции «Чувствий Казахстан» сотни волонтеров и специалисты лесных хозяйств собрались в Балхашском районе для сбора семян этого редкого растения. Собранные семена будут засеяны на площади более 6000 гектаров, что поможет восстановить естественные заросли сексаула. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент. Конец октября – оптимальное время для сбора семян черного сексаула. Они созрели и готовы к посеву. Специалисты отмечают, что это подходящий момент для заготовки и посадки на заранее подготовленные участки. Планируется собрать около 31 тонны семян, которые засеют на площади 6 130 гектаров в окрестностях села Харой. В рамках акции «Чистый Казахстан» к сбору семян присоединились лесники и около 100 волонтёров, поддержавших эту инициативу. Сбор семян сексаула требует тщательной подготовки и соблюдения технологий. После сбора семена проходят этап очистки, где отделяются от мусора и растительных остатков. Затем их отправляют в лабораторию, где специалисты проверяют семена на всхожесть, устойчивость к климатическим условиям и соответствие стандартам. Только после этой проверки семена получают специальный сертификат качества и класса, подтверждающий, что они готовы к посеву. Такой подход позволяет уверенно использовать их для восстановления и укрепления экосистемы. Балхашский район считается родиной чёрного саксаула в Алматинской области. В последние годы экологи выразили обеспокоенность снижением численности этого вида, который внесён в Красную книгу. С 2015 года действует моратория на незаконную вырубку саксаула, что дало положительный результат. Ежегодно саксаул естественным образом занимает более тысячи гектаров земли. После объявления моратория численность саксаула в нашем районе значительно выросла. Это легко увидеть, стоит лишь оглянуться вокруг. Местные жители и экологи отмечают, что благодаря подключению газа спрос на саксаул в качестве топлива снизился, что также помогло сохранить это уникальное растение. В рамках акции «Таза Казахстан» собрано более 24 тонн семян саксаула. Организаторы подчеркнули значительный вклад молодых волонтёров, отметив, что такие мероприятия помогают прививать любовь к природе. Поддержка этой инициативы, особенно молодыми волонтёрами, показывает их готовность заботиться о природе и вносить вклад в устойчивое будущее. Такие мероприятия помогают нам не только возрождать экосистему, но и прививать людям ответственные отношения к родной природе. Мы не только собрали семена, но и узнали, как важно защищать растения, такие как саксаул. Теперь я понимаю, что, помогая природе, мы делаем наш край красивее и защищаем его для будущих поколений. Следует отметить, что специалисты Баканадского лесного хозяйства на сегодняшний день засеяли 440 гектаров семян чёрного саксаула в районе села Корой. Одной из улиц города Кунаева присвоено имя герою Советского Союза Халка Хармана Сагадата Нурмагамбетова. Торжественное открытие новой улицы состоялось в преддверии 100-летнего юбилея легендарного военачальника. В мероприятии приняли участие представители оборонного ведомства региона, военнослужащие Кунаевского гарнизона, представители Акимата областного центра, ветерана афганской войны и других локальных военных конфликтов, а также воспитанники военно-патриотических клубов. Следует отметить, что инициатива присвоит имя Сагадата Нурмагамбетова. Одной из улиц города Кунаев принадлежит руководству Департамента по делам обороны Алматинской области совместно с Акиматом города Кунаев. По мнению организаторов, это событие – дань памяти человеку, являющемуся примером мужества и безответной преданности родине. Отметим, что Сагадат Нурмагамбетов проявил себя как талантливый государственный деятель и военачальник, внёсший неоценимый вклад в становление и развитие вооружённых сил Казахстана. Сагадат Хужахметович был, есть и останется на все времена первым министром обороны. Он первым в истории государства был удостоен звания Халк-Кахармане. Ему первому в истории вооружённых сил независимого Казахстана присвоено самое высокое воинское звание – генерал армии. Его больше нет с нами, но память об этом человеке навсегда сохранится в сердцах всех казахстанцев, а его имя навсегда будет вписано золотыми буквами в историю независимого Казахстана. Возобновлено сообщение общественного транспорта по маршруту Алматы-Озунагаш. Новый маршрут является частью стратегии повышения транспортной доступности между мегаполисом и соседними населенными пунктами, предлагая жителям удобный и доступный способ передвижения. Жандос Назарбаев расскажет подробнее. Новый автобусный маршрут будет курсировать между городом Алматы и селом Озунагаш, расположенным в Жамбулском районе Алматинской области. Данный маршрут охватит основные остановки как в черте города, так и в пригородных районах, обеспечивая жителям Озунагаша легкий доступ к Алматы. Отметим, что всего введено в эксплуатацию 25 новых автобусов, за которыми закреплен 245 номер. Все автобусы, обслуживающие новый маршрут, оснащены современными удобствами. Кроме того, особое внимание будет уделено безопасности пассажиров. Все водители проходят обязательное обучение и медицинский осмотр. Стоимость проезда будет доступна и составит 120 тенге за одну поездку по карте ОНАЙ. Сегодня в селе Озунагаш проживает 60 тысяч жителей. Три года назад здесь уже был маршрут до мегаполиса. Однако по некоторым причинам был приостановлен. До сегодняшнего дня жители района добирались в Алматы на попутках и на такси. Ожидается, что новый маршрут Алматы у Озунагаш значительно улучшит транспортное сообщение между городом и перегородными районами, что сделает поездки для пассажиров более комфортными и доступными. Выражаем огромную благодарность руководству области и нашего района. Пассажировместимость в общественном транспорте составляет 80-90 человек. Для социально уязвимых слоёв населения и пенсионеров предусмотрена скидка за проезд. Отметим, что автобусные остановки ещё не закреплены. По словам специалистов, в течение двух месяцев будет изучен транспортный маршрут. После, с учётом предложений пассажиров, они будут установлены. Автобусы будут курсировать ежедневно, обеспечивая доступность в час пик и в течение всего дня. Рейсы планируются с интервалом в 30-60 минут, что позволит минимизировать ожидания и создать комфортные условия для пассажиров. Предварительное время в пути между конечными пунктами составит примерно 1 час 30 минут. В Жамбылском районе имеется 61 населённый пункт. Всего работают 8 маршрутов. Как сообщили в Управлении мобильности города Алматы, в ближайшее время будут открыты маршруты и в других регионах Алматинской области. В Балхарском районе уделяется особое внимание строительству и обновлению дорог. В настоящее время проводится средний ремонт въездной магистрали в село Бахбахте. Центральная улица протяжённостью 700 метров вызывала недовольство жителей. На сегодня районный Акимат на её ремонт выделили 112 миллионов тенге из местного бюджета. И работы уже начались. Общая протяжённость дорог районного значения в Балхашском районе составляет 240 километров, из которых 40% – это 96 километров – нуждаются в ремонте. В этом году запланировано 28 дорожных проектов и в каждом селе отремонтированы по 4 улицы. Мы планируем полностью завершить 13 проектов к концу года. Подрядчик обещает завершить ремонт в течение двух недель. Жители села не скрывают своей радости и ждут окончания работ, чтобы в полной мере насладиться новым дорожным полотном. Очень радует такая забота о гражданах. Теперь здесь и на машине, и пешком приятно ходить. Конечно, остаются места, где не помешал бы ремонт. Но приятно видеть, что руководство района вкладывается в удобство жителей. Всего по району в этом году запланировано 28 дорожных проектов, 13 из которых должны завершиться до конца года. Ожидается, что эти обновления значительно улучшат транспортную инфраструктуру и обеспечат комфортное передвижение для жителей и гостей района. Эмиль Курбанов, Жайдар Бехнурбек, телерадиокомпания «ЖИЦУ», Алматинская область. С начала года в Алматинской области зарегистрировано 684 пожара. Безмолвный враг унес жизни 18 человек. По сравнению с прошлым годом, количество пожаров увеличилось на 38%. Тем не менее, самоотверженная работа сотрудников экстренных служб спасла тысячи жизней. Всего в области имеется 10 пожарных частей, а специализированная пожарная часть есть только в Толгарском районе, руководство которого провело день открытых дверей. В рамках мероприятия сотрудникам отдела ЧЭС ознакомило волонтеров с тонкостями их работы. Участникам также представилась возможность попробовать себя в роли спасателя. Специализированная пожарная часть Толгарского района организовала специальный тур для волонтеров. Студенты и представители общественного фонда ознакомились с работой в пожарной части и попробовали себя в качестве спасателей. Для этого им нужно было выполнить практическое задание в специальной дымовой камере. Структура лабиринта состоит из двух уровней. Комплекс оборудован приборами для повышения температуры. Есть также специальные устройства для создания дыма, шума, а также яркого света. Всё это в совокупности обеспечивает обстоятельства, как на месте реального пожара. В первую очередь у меня полностью изменилось мнение касательно работы спасателей. Это невероятно сложно и опасно. Их форма сквовывает движения и очень тяжёлая. И условия во время тренинга были сложными. Было тяжело дышать из-за дыма. Заболели глаза. Было трудно увидеть предметы. Работа спасателей весьма тяжёлая. Я изменила своё мнение кардинально. Обмундирование, оно очень тёплое. Путь, который проходят пожарники, он тоже в экстренной ситуации, когда на тебя давят психологические факторы. То есть это шум, крики, вспышки. Трудно собраться с мыслями и пройти как бы быстро это всё. То есть сковывается движение. Но для безопасности как бы это необходимо. Данная площадка была создана специально для повышения квалификации пожарных. Она направлена на выявление пробелов в физическом и психологическом состоянии спасателей. А также отточить их навыки. Экзамен по нормативам сотрудники также сдают именно здесь. Трое спасателей в течение 10 минут должны успеть пройти весь комплекс преград. Конструкция лабиринта сделана и на двух уровнях. В каждом уровне каждый этаж поделён ещё на два уровня. Итого получается четыре уровня лабиринта. Сложность для каждого разная бывает. Внутри меняются все перегородки. Можно поменять перегородки расположения дверей. И каждый раз новое расположение дверей. Из-за этого возникают трудности у личного состава. Если молодой сотрудник, для него, например, это психологический удар. То, что там люди внутри кричат, ничего не видно, дым внутри. Сегодня в пожарной части работают 50 специалистов. При экстренном вызове сотрудники должны успеть надеть спецодежду всего за 30 секунд. Отметим, что весит она 25 килограммов. Волонтёры же, попробовавшие себя в роли спасателей, смогли переодеться только за три минуты. Департамент МЧС был подписан меморандум. Согласно этому меморандуму, мы выезжаем на экстренные службы вместе с ними. При ЧАЭС, при чрезвычайных ситуациях, мы выезжаем непосредственно, помогаем им в спасении людей. Плюс к этому, наша волонтёрская деятельность занимается тем, что поиском безвести пропавших людей. Согласно ориентировке, мы выезжаем на местность, ищем людей. Не только в пригороде, не только в городе, но и в горной местности. Согласно этому, мы проходим в департаменте учения. Вместе с ними обучение, оказание первой медицинской помощи, оказание при чрезвычайных ситуациях, ликвидации ЧАЭС. Мы тоже участвуем. В пожарной части имеется 17 единиц техники. Три из них основные. Остальные – это дополнительное оборудование. В их числе пожарный телескопический автоподъёмник с лестницей, цистерна с водой, а также баллоны с пеной. Отметим, одна цистерна содержит 5 тонн воды. Трёх лет, если отработал, наиболее подготовленный, его переводим в командир отделения. Это командир отделения, после начальника караула. А вообще руководить всем этим начальник караула, старший инженер получается. Работа получается четырёхсменная. В один караула заступает от 10 до 15 человек в СПЧ-2. Сутки отрабатывают с утра и трое на восстановление у нас. Время даётся на восстановительную работу. После получения экстренного вызова диспетчер определяет место происшествия и уровень опасности. Счёт идёт на минуты. Пожарные бригады выезжают за максимально короткое время. Горит. Адрес. Одноэтажный дом. Внутри жертвопосадавший есть. Всё хорошо принято. Выезжаем. В Толгарском районе в прошлом году зарегистрировано более 1100 пожаров. В этом году количество снизилось на 39%. Население района составляет 273 тысячи человек. В целях повышения уровня безопасности населения в следующем году планируется открытие пожарной части сразу в двух населённых пунктах района. На этом у меня всё. Оставайтесь на телеканале ЖЭЦУ и будьте в курсе событий. До свидания.